Новый препарат появился в Тюменском радиологическом центре кластера «Медицинский город». Фармсредство с долей радиации дает возможность специалистам при проведении диагностики предстательной железы выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. В этом году в клинике завершилась реновация оборудования и процесс внедрения современных технологий ядерной медицины. Прошлой осенью в арсенале центра появился новый аппарат компьютерной томографии со специальными комплексами для обследования детей и исследования молочной железы. В основном это Ямал-Нинецкий округ, Ханты-Мансийский меньше, но у них есть свои возможности в том числе делать. Некоторые пациенты маршрутизируются по разным причинам в Москву либо в Питер. Сегодня это центр ядерной медицины. Весь спектр диагностических и лечебных процедур, связанных с радиозатопами, может проводить здесь. При разных опухолях можно этот процесс выявить на самой, если сказать, незаметной стадии. То есть это высокоточная, высокотехнологичная диагностика. Бесплатная диагностика и терапия в Тюменском радиологическом центре доступны и жителям Тюменской матрешки. Для этого нужно получить направление у врача в своем регионе. Ежегодно клинику посещают почти 6 тысяч сибиряков. За прошлый год по государственной программе прошли диагностику полторы тысячи жителей Югры и Ямала. 600 людей с новообразованиями получили радионуклидную терапию. К слову, в диагностической и производственной зонах побывали журналисты Сургут-24. Там моим коллегам рассказали, что готовить радиоактивные препараты начинают ежедневно в 4 утра. В это время медики уже знают, какое число пациентов запланировано на этот день. Они нарабатывают исходную активность препарата, и он по микрокапиллярам, а объемы 2 мл, понимаете? Но это радиоактивный препарат, который активно фонит, да? И потом по капиллярам передается в лабораторию химического синтеза, где уже в специальных защитных шкафах по своей методике производится определенный радиофармпрепарат. И только после прохождения всех этапов проверки, там их много, да, химики дают добро на внутривенное введение радиофармпрепарата пациенту, и по системе лифтов отправляется на третий этаж в определенную процедурную.